Всем привет дорогие друзья! Настало время подвести итоги тестирования смартфона Xiaomi Redmi 2 Сделаем мы это сравнение плюсов и минусов данного смартфона Итак, это новое видео на канале Gadgetmania Мы начинаем! Поехали! И пожалуй мы начнем наверное с минусов С самого плохого, чтобы самое интересное оставить на потом И первый минус этого смартфона это категорически не хватает оперативной памяти Оперативной памяти всегда что-то порядка 200-300 мегабайт свободных из 1 гигабайта доступной оперативной памяти Действительно, если телефон начинаешь нагружать приложениями То есть устанавливаешь на него те приложениями, которыми ты пользуешься в каждый день Это социальные сети, твиттер, вконтакте, инстаграм, браузер, ютуб и тому подобное После какого-то времени он начинает немножко подтупливать Начинаешь выгружать приложение из фона и соответственно видишь, что памяти вообще практически ноль Свободной памяти ноль Из-за этого происходят небольшие лаги и фризы Итак, вторым минусом этого смартфона для нас является звук Давайте послушаем стандартный рингтон, загруженный с плейлиста ютуба Буквально несколько секунд И далее я вам объясню, почему именно звук является одним из минусов этого устройства Дорогие друзья, это максимальная громкость И сейчас я вам объясню, почему именно минус это звук Дело в том, что динамик у нас расположен в верхней части задней крышки Против для динамика Если бы, точнее мы пропускали, скажем так, звонки Из-за того, что мы не слышали громкость Из-за громкости звонка мы не слышали сам звонок Почему? Потому что нам казалось, что и сейчас до сих пор кажется Что вот именно эта часть закрывается теми в тех местах Допустим, в брюках, в джинсах, в кармане, когда лежит телефон Или на столе лежит телефон Звук приглушается И громкости реально не хватает Может быть, это конструктивная особенность Здесь инженеры компании Xiaomi не досмотрели Может быть, именно самого динамика мощности не хватает Но, в общем, звук это второй минус этого телефона Далее Все понятно, мы уже тебя послушали Дальше Третий минус – это камера Установлена 8-мегапиксельная камера Antutu TES показывает, что модуль 7.7 мегапикселей И он делает следующие снимки Сейчас откроем, посмотрим Этот снимок сделан при комнатном освещении Вы видите, что он не очень резкий То есть, нет резкости Если снимок сделан в авторежиме Если все настраивать на ручных настройках Баловаться с ISO-режимом Баловаться с экспозицией и тому подобное Можно вытянуть более-менее нормальные снимки Но камера не тянет на 8 мегапикселей Если честно, можно было бы смело назвать эту камеру 5-мегапиксельной Следующий минус – это надежность конструкции Смартфон выполнен в очень хорошем компактном корпусе Но этот корпус, может быть, это именно наш образец Если его вот так вот начать сгибать То вы можете услышать хруст крышки В некоторых местах Почему? Потому что крышка в каких-то местах прилегает В каких-то местах она не прилегает Ну, может быть, это просто наш, скажем так, бзик Давайте снимем заднюю крышку, посмотрим Она, во-первых, очень легко снимается Здесь получается порядка 12-16 креплений С этой самой крышки Она является частью корпуса И поэтому, где она плотно не прилегает Соответственно, телефон немножко потрескивает Именно в процессе, когда вы его берете Или куда-то вставите Вы можете услышать Вот сейчас крышка до конца закрылась Дальше Следующий минус данного смартфона Далее Следующим минусом данного смартфона является батарея Здесь она 2200 мАч Держит при очень сильных нагрузках Меньше одного светового дня При средних нагрузках Один световой день То есть в среднем работа экрана занимает порядка То есть используется экран порядка 3,5-4 часов В моем режиме эксплуатации Это соцсети, постоянно включены 3G В зоне действия Wi-Fi подключается Wi-Fi Несколько минут разговора в день Ну и в принципе все В игрушки я не играю Но довольно-таки много потребляю медиа-контента То есть смотрю YouTube Тот же Twitter, Instagram, ВКонтакте В общем Все это очень сильно выедает емкость аккумулятора И смартфона мне реально хватало В день иногда приходилось заряжать даже второй раз Мы относим батарею как к плюсу, так и к минусу Потому что в принципе в довольно-таки компактном корпусе Но это я сейчас забегаю уже в плюсы этого устройства Они вместили довольно-таки емкую батарею Дальше И наверное заключительным минусом этого устройства является в том Что здесь установлен один из последних 64-битных процессоров компании Qualcomm И в более-менее производительных игрушках Таких как Modern Combat 5 и так далее 3D-играх, современных 3D-играх Смартфон на средних настройках, да, в них играет Но уже если начинаешь выставлять уровень графики чуть выше средних Соответственно появляются некие опять же лаги Подлагивания, фризы То есть смартфон я, к сожалению, не смогу, наверное, вам сейчас продемонстрировать Иногда он, допустим, если загружаешь какое-то приложение Особенно игру Потом начинаешь с него выходить Смартфон начинает думать И просто появляется серый экран Якобы загрузка лаунчера То есть загрузка рабочего стола И мне кажется, что здесь сказывается Именно нехватка оперативной памяти О которой мы говорили в самом-самом начале Итого мы нашли 6 минусов Которые прям очень сильно нам бросились в глаза Во время эксплуатации и тестирования этого телефона Теперь, дорогие друзья, поговорим о плюсах Перед тем, как мы поговорим о плюсах Давайте с вами посмотрим на результаты тестирования И поговорим о личных впечатлениях об использовании данного смартфона Конечно же, телефон за своих денег стоит Потому что это среднебюджетное, даже бюджетное устройство Которое в Китае стоит что-то порядка 120 долларов Но, к сожалению, мы не сможем купить То есть любой из нас не сможет купить его по заводской цене К счастью, в Китае он стоит в заводских То есть компания Xiaomi стоит 120 с копейками долларов В переводе с юаней Но мы не сможем, к сожалению, как раз таки Купить этот смартфон за эти деньги Потому что его за несколько секунд Вообще, как всю продукцию компании Xiaomi Сметают с полок интернет-магазинов компании И, соответственно, уже перекупщики Накладывая свою маржу, продают его в плюс как минимум 30-40-50 долларов То есть смартфон, как компания его преподносит к нам В начале года преподносила к нам Как смартфон бюджетный Который, в принципе, может позволить себе Любой человек, у которого есть 100 с копейками долларов Но, к сожалению, из-за того, что накладываются вот эти все перекупы Накладывается цена доставки и тому подобное Даже если иногда бывает она бесплатная Но, в любом случае, все это стоит учитывать Логистические все расходы И здесь уже, если, допустим, покупать Нет официальных поставок в Россию То смартфон из бюджетного превращается в среднебюджетный И тут появляется мысль А почему бы за те же 170 долларов Не взять какой-то другой телефон Но это просто личное мнение Поэтому я поделился им с вами Вам думать, какой телефон вам покупать Дальше, давайте поговорим о синтетических тестах Конечно же, это тест Antutu Здесь он набирает в производительном режиме 20 с копейками тысяч очков В данном случае, в нашем случае это 20 тысяч 80 очков Здесь предоставлена вся информация о том, что это смартфон Xiaomi Redmi 2 О том, что здесь установлен графический процессор Android 306 О том, что здесь Qualcomm Snapdragon 8916 Он уже 410 Один из последних недорогих процессоров от компании Qualcomm Дальше, что здесь встроенной памяти 8 гигабайт Также стоит подчеркнуть тот момент, что установлен последний Android 4.4.4 В виде прошивки MIUI V6 И тут стоит отметить, что данных в телефонов бывает несколько моделей Конкретно наша модель это 20 14 811 Здесь же вы увидите информацию на экране о том, какие еще модели бывают При покупке обязательно изучите индивидуальность и концептуальность каждой модели То есть, где присутствует 4G, где не присутствует 4G И вообще, в чем принципиальное отличие И они по деньгам немножко должны отличаться Чуть дороже, чуть дешевле Ну, вот у нас модель 2014 811 Далее, по экрану Экран здесь 720-1280 То есть, это HD, не Full HD И, в принципе, он довольно-таки хороший Об этом поговорим в плюсах Потому что это один из плюсов устройства Далее Сказал уже, что 64-битная архитектура процессора Дальше Задняя камера 8 мегапикселей Передняя камера 2 мегапикселя Смотрите, какая особенность То есть, о том, что я говорил в начале ролика 7.7 мегапикселей 3200 на 2400 точек Дело это на снимке И передняя 2-мегапиксельная камера Всевозможные датчики Конечно же, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Плюс смартфон о том, что он Навигации поддерживает GLONASS Я думаю, что для российских реалий Конечно, это будет, скажем так, основное преимущество Если человек берет телефон для того, чтобы пользоваться Спутниковой навигацией Вот такие вот результаты в Antutu тесте Давайте посмотрим на скриншоты теста На скриншоты теста Epic Citadel При High Performance он набирает 54.8 54 балла Почти 55 баллов Я думаю, что, в принципе, это довольно-таки Хорошие результаты для такого класса устройства И для такого теста Но, опять же, оптимизация, допустим, определенных игр И к определенному новому софту То есть, железке Она сейчас у Android все лучше и лучше Но на данный момент, еще раз повторяюсь Некоторые игры на средних настройках И то начинают лагать А там уже думайте сами По крайней мере, в наших руках Может быть, что-то так У нас не так Может быть, нам не везет с игрушками Или еще с чем-то Но, в любом случае На средних настройках он игры тянет Дальше уже будут проблемы Давайте поговорим о плюсах Плюс данного смартфона Первый Это цена Как бы мы не ругались о том, что есть перекупщики Которые накидывают определенную маржу Все равно 150-170 долларов Сколько стоит этот смартфон Сейчас, допустим, на том же Алиэкспрессе Это все равно та цена Которая достойна именно качества этого смартфона При тех 6-7 недостатках, которых мы нашли Ценовое образование у компании Xiaomi Всегда очень лояльно к покупателю И поэтому Здесь вы получаете целый набор преимуществ От 4-х ядерного процессора Одного из последних поколений Причем процессор это энергоэффективен И здесь, наверное, еще не совсем Отточена работа именно батареи То есть софта и железки Дальше То есть цена Это у нас первый плюс Второй плюс Вы получаете смартфон на одной из самых Самой кастомизированной прошивки на Android То есть на MIUI V6 Прошивка обновляется еженедельно Вы можете поставить стабильную прошивку Которая будет обновляться раз в месяц Или может быть раз в несколько недель Ну, в общем, второй плюс Это прошивка от компании От самой компании Xiaomi Далее Третий плюс Это довольно-таки компактный корпус В 2015 году Когда все производители Стараются сделать устройство От 5,5 дюймов и больше Даже известные производители У них То есть A-бренды Так называемые У них смартфоны Все Мини С приставкой мини Это 5 дюймов Здесь же вы получаете Компактное устройство Которое вы можете Без всяких проблем держать Причем здесь еще есть режим Удобной работы Одной рукой Вы получаете устройство 4,7 дюймов Которое действительно Когда у вас все пальцы Находятся в тех местах Где они должны находиться Без разницы Пользуетесь вы левой рукой Пользуетесь ли вы правой рукой В любом случае Вы дотянетесь до всех элементов управления Это один из плюсов Уже сейчас В наших реалиях Когда смартфоны делают Очень-очень большими Дальше Конечно же Ну и компактный экран На 4,7 дюймов И Отсюда вытекает Еще один плюс Это Дисплей И его преимущества Сейчас Процентов 60 Стоит ярко Для того Чтобы вы смотрели Могли Более-менее Нормально наблюдать За картинкой Пока я вам рассказываю Можете посмотреть О быстродействии Но мы все равно Сейчас об этом поговорим Дисплей Какой же здесь стоит дисплей Дисплей здесь стоит 1280 на 720 HD Ранее об этом уже упоминалось Он Для своей Как раз таки Плотности Пикселей Он достаточно яркий Яркий Сочный Хороший Автояркость Не всегда корректно работает Но Опять же Это проблема Тоже софта А не Именно железки Вот всегда У андроида И в том числе У компании Xiaomi Возникают Вопросы То есть Как они не могут Подружить Железку Софтом Действительно Дисплей Очень-очень Качественный Сейчас мы посмотрим С вами на фотографию На обычную Скажем так Обоину В которой Присутствуют Все цвета И при этом Я Вам Выкручу Яркость На максимум И сниму Автоподсветку И поднесу К экрану Вернее К камере К глазку К камере Давайте посмотрим Здесь еще освещение Амбликует Ну в общем Углы обзора Очень-очень Широкие Цветопередача Отличнейшая Никаких засветов Просветов И тому подобного Нету Хоть смартфон Бюджетный Обычный Подвальный Китай Который без Скажем так Без имени Сюда бы поставил Матрицу Где Невозможно было бы Смотреть на нее Здесь же все с экраном То есть Кампания именитая Которая действительно Ставит хорошие Качественные матрицы Скорее всего Здесь матрица От компании Sharp Вот В общем Дисплей нам Очень сильно Понравился Он здесь хороший И смотреть Потреблять контент Уже готовый То есть Допустим Там Full HD картинки Или Full HD видео Или хорошие Качественные фотографии Здесь Очень и очень комфортно Далее Следующий плюс Это конечно же Наличие двух сим-карт Наличие двух сим-карт В современном телефоне Это уже становится нормой То есть Даже Именитые производители Как Samsung HTC Только Apple Пока не делает устройства На двух сим-картах Остальные же Все повально делают У них есть Определенная модель В которой Присутствуют Две сим-карты При этом Характеристики смартфона Раньше Еще год-полтора назад Всем казалось Что Две сим-карты Это признак Такого Знаете Действительно Лютого Подвального Китая Нет На самом деле Хорошие телефоны Бывают с двумя сим-картами Так вот Один из плюсов Данного смартфона Это наличие Двух сим-карт Конечно же Есть слот Для карты памяти До 64 Если я не ошибаюсь Поправьте меня В комментариях Гигабайт И Это не может Не радовать Обе сим-карты Работают В 3G 2G сетях Если вам повезет Вернее Если вы подготовитесь К покупке И вы приобретете модель То будет поддерживать И 4G связь Потому что Процессор позволяет Данная модель Поддерживает 4G связь В двух Сетях В 7м И по-моему В 20м бенде В общем Прочитайте внимательно Обязательно будет ссылочка На FAPDA Именно по Этому телефону Там очень подробно Расписано В чем отличие В чем различие Какие сети Какие модели Ловят определенные сети Какие сети Работают с какими операторами В общем Все будет подробно Там описано В данном случае Вроде как Поддерживает Потому что На коробке Указано Что FDD На коробке Вот указано FDD LTE TD LTE WCdMy Но У нас еще Пока не сильно Развит 4G В Петрозаводске В городе Где мы находимся Соответственно У МТС У Билайна Он проскакивает У других Компаний Нет Мы пользуемся Не буду говорить Каким оператором Но в любом случае Как бы Не удалось Поймать Значок 4G На данном Смартфоне Далее Это тоже Один из плюсов То есть Наличие 4G Такой Не жирный Плюс Но плюсик Как бы Если вы Находитесь В больших Городах Где действительно Присутствует Хорошая 4G Связь Почему бы и нет В современном Спартфоне С быстрым Интернетом Это будет Очень и очень Полезно И наверное Последний Плюс Который Он же Плюс Он же Минус Это батарея Здесь она Фирменная Хорошая Это все Как положено 2200 МАч Так вот Про батарею Она является Как частью Плюсы Так частью Минуса Данного Смартфона И Сейчас попытаюсь Объяснить вам Почему Потому что Мы заряжали Смартфон Конечно же Ни один Ни два Ни три Может быть Порядка Семи Может быть Десяти раз Может быть Чуть больше Может быть Чуть меньше Я не знаю Набрала ли батарея Полностью Именно Рабочую Емкость Но Как я сказал Ранее В минусах Об этом Телефоне Батареи Не хватало Скажем так В производительном Режиме Чуть больше Чем на Две трети Светового дня То есть Если С одиннадцати утра До К примеру Шести вечера Уже оставалось Порядка Десяти процентов Тринадцати Десяти процентов Аккумулятора Если бы Допустим Я не приезжал Домой К примеру К семи К полвосьмому А приезжал домой К девяти К полдесятому То я бы уже Приезжал бы Без связи То есть Телефон Реально бы Просто Был бы Разряжен в ноль То есть Из чего Я сделаю вывод Что телефон Надо полтора раза Заряжать в день Может быть Я его так Использовал Может быть Действительно Почему тогда плюс Ну потому что В принципе Батарея здесь Больше чем Две тысячи Миллиампер час Если бы сюда Засунули батарею Как какой-нибудь Там Не знаю Прости господи Кубот Сует Там Тысяча девятьсот Там Тысяча восемьсот И В две тысячи пятнадцатом И там В две тысячи Чемнадцатом году Батарея Меньше Двух тысяч Миллиампер час Это уже Производитель Не должен себе Позволять Запихивать Современные Устройства Современные Средства связи В том числе И смартфоны Вот такое Получилось Сравнение Точнее Не сравнение А выявление Всех плюсов На наш взгляд И всех минусов Из чего Мы можем Сделать Следующие Выводы А выводы Таковы На данный момент Это один из самых Сбалансированных Смартфонов Бюджетников Нельзя купить По заводской цене Потому что Я вам объяснял Цену перекупа Но при этом Если вам нужен Надежный И недорогой Смартфон То это Безусловно Конечно же Будет Вашим выбором Наша Скажем так Редакция В лице Моего мнения Рекомендует Его к приобретению Потому что Если вам получится На протяжении Какого-то времени Приобрести его В более-менее Приемлемые деньги Вы не разочаруетесь Потому что Действительно Компактный Хороший Недорогой Удобный И современный Смартфон С вами был канал Gadgetmania Обязательно Подписывайтесь На наш канал Комментируйте Все наши видео Подписывайтесь На наш В группу Вконтакте Вступайте На наш Твиттер Инстаграм Все ссылочки Как всегда В описании Много Полезной информации В описании Обязательно Туда заглядывайте Прямо сейчас проходите Скоро увидимся Всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok